Привет, соседи, с праздником вас! Спасибо, и вам так же! Этот день, говорит Мурат Чичух, войдет в историю аула наравне с закладкой первого камня в будущее поселение, которое было почти 150 лет назад. Июньская стихия чуть не стерла с лица земли его родной Тхагапш. Грязевой поток затапливал первые этажи домов. Люди спасались на верхних этажах и крышах. Волны с человеческий рост, бревна, тонны ила. Вот что увидели на улицах и у себя во дворах местные жители, когда рассвело. Если бы не помощь тысяч добровольцев из города и соседнего Туапсинского района, уверены сельчане, на восстановление аула ушли бы годы. Уже, конечно, заметный результат. Уже и дорожки видны. Помогли ребята, которые приезжали убирать все это. Благодаря им очень продвинулась работа. Спустя месяц о стихии в ауле уже почти ничего не напоминает. Расчищена площадь перед зданием сельсовета, на улицах уложен новый асфальт, в огородах уже зазеленели новые растения. Одной из основных причин затопления аула Тхагапш, по оценке экспертов, стал мост, который находился на этом месте. Он образовал заторы, из-за этого селевой поток хлынул по улицам аула. Чтобы этого больше не происходило, было принято решение изменить конструктив мостового сооружения. Выше стали опоры, между ними увеличилось расстояние. А вот сам мост будет прежний. На данный момент он находится в 500 метрах от этого места. Его туда унесло селем. Завершить полностью все работы на переправе планируют в течение двух недель. Электро- и водоснабжение аула полностью восстановлено. Но глава города поставил задачу в перспективе увеличить мощность коммунальных объектов. Из внебюджетных средств делаем две новые скважины, покупаем оборудование, чтобы водоснабжение было в полном объеме. Энергетиками установлена новая подстанция. Аул разделен на две части, что по схеме электроснабжения позволит его снабжать в нужном режиме и бесперебойном. Уже выделены средства на восстановление разрушенных площадок. Спортивная и детская. Завершаются ремонтные работы в здании, где располагаются почта и сельсовет. Очень благодарен всем тем, кто оказал такую большую помощь. Прежде всего, всем единороссам, которые перечисляли свой однодневный заработок. И всем общественным организациям. В первую очередь, это Союз Армян России, которые дали возможность сформировать нам фонд. И за счет этих денег людям были компенсированы деньги, которые они потом потратили на приобретение бытовой техники, мебели. Сегодня, ровно через месяц, мы имеем, по большому счету, внешний вид даже лучше, чем он был до этого. И это тоже правильно. Я думаю, что туристическая привлекательность аула восстановлена. На празднике в честь завершения восстановительных работ гостей встречали с хлебом, солью, а также по кавказской традиции с рогом, наполненным местным вином. От главы города, отличившимся на восстановительных работах, вручили почетные грамоты и нагрудные знаки. Сельчане искренне благодарили тех, кто пришел к ним на помощь в трудную минуту. Эта беда, говорили старейшины, доказала всему миру, что Сочи не зря считают городом мира и дружбы. Это все произошло благодаря, уже было подробно сказано, сплоченности, активной, ответственной работе многих служб. И все люди, которые сегодня здесь были отмечены, за ними стоят коллективы. Им тоже огромная благодарность. Еще предстоит полностью восстановить подъездную дорогу. В первые дни по ней вообще невозможно было проехать. Сейчас трасса укреплена. Региональные власти пообещали сельчанам, что средства на капитальный ремонт дороги будут выделены в следующем году. Инга Габешия, телекомпания ФКТ